Обилие декора, живописность, сложность композиции и техники исполнения, рязанский фольклор и архаичные образы как источник вдохновения. В этих работах для этой выставки я в основном использовала технику флиндровки, это моя трансформация традиционной техники флиндровки, и я обжигала свои работы восстановительной печи. Там получаются очень интересные эффекты. И потом вот это вот какое-то детское еще мое восприятие, воспоминание об этом калейдоскопе. И мне захотелось вот такой вот узорочи сделать в своих работах. Скатерти, салфетки и столешники, выполненные в традиционных рязанских техниках, тоже могут стать произведением искусства. Ирина Рифель выполняет свои работы полностью вручную. Ни одного машинного шва или стежка. При этом автор сохраняет богатейшие традиции народного искусства и дает им новую жизнь в своих вариантах вышивки. Все наши работы основываются на традициях Рязани. Работаем очень много с первоисточниками. У каждой уже давным-давно значительная коллекция собралась, в которой отражается рязанский, именно рязанский традиционный, подлинный колорит. Все придумано до нас. Все то, что новое сейчас изобретается, это все равно основа нашей истории. Поэтому так и говорят, кто не знает прошлого, не имеет будущего. Идея, единой для четырех авторов выставки, родилась у Елены Фроловой вместе с рождением галерей народных образов. Серия «Секиринские женщины. Рассказ о жизни. Невеста, мать, старушка». И в этом осмыслении вся мудрость веков. После посещения театра «Предел» и их спектакля «Скабинный красный угол». Меня вдохновила вот так эта тема, потому что, естественно, я видела эти образы, костюмы и раньше в музеях. Но когда они зажили на сцене, вот тогда представилась действительно вот жизнь женщины. Представлены здесь и пейзажи с ажурными архитектурными деталями, и натюрморты со старинными предметами быта, которые, к слову, интересуют и вдохновляют еще одного автора – Сусанну Ханаян. 13 графических работ, которые, объединенных темой деревни, гармонично вписались в общее полотно этой экспозиции. Работать выставку будет недолго – до 23 октября. Спешите окунуться в волшебный мир народных мотивов.